МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хотел бы сказать чуть поподробнее. Один из этих людей – это Верзилов. В 2013 году Верзилов в Ворошиловском суде был осужден по статье 342 Уголовного кодекса Украины. Операционный суд поддержал решение первой инстанции суда, и после чего депутатский корпус, где был Верзилов, проголосовал его стране для депутатской деятельности. За свою политическую карьеру он успел побывать в рядах КПУ, Фронта перемен, Радикальная партия Олега Ляшка, политическая партия Украинского объединения Батькивщина. Являлся главой общественной организации Союза обманутых вкладчиков. При непосредственном общении с ним он никогда не скрывает, что это все делает за деньги ради пиара. Он неоднократно себя, как мы читали в интернете, слышали, знаем, пристегивал себя наручниками к административным зданиям, митинговал, выражался за какие-то изменения в городе. Только, опять-таки, если взять город Покровск, мы прекрасно наблюдали этого человека в 2014-2015 году, как и в городе Мирнаграде, и в городе Покровске, когда он бегал с отрезанной головой свиньи, по исполкому города Покровска, по исполкому Мирнаграда. Мирнаграда призывали нашу власть повернуться к людям. Есть информация, что сегодня уже дана команда по всем бюджетным организациям провести митинг, выйти поддержать действующего мэра, который неоднократно был замечен или задействован он или его ближайшее окружение в теневых каких-то схемах с бюджетом города. Опять-таки, повторюсь, пускают людям пыль в глаза, делают красивую картинку. Вы посмотрите на дороги. Мы буквально полгода назад делали дороги, выделяли бюджетные деньги. Мы, как депутаты, все за это голосуем. Прошло полгода, ямы ставили на том же месте еще больше. Мы просим элементарно, дайте нам договора, где хотя бы просмотреть, кто это делал и какие условия. То есть по условиям должны быть какие-то гарантийные обязательства. Мы опять будем голосовать, мы опять будем выделять деньги на те же самые ямы, хотя за такой объем денег мы могли сделать намного больше, намного качественнее. Множество лозунгов, с которыми выступала действующая власть на данный момент, они вообще не сработали, они были направлены только на пиар. Мы неоднократно слышали о том, что вода будет в городе Покровске, в городе Родинске по 7 гривен. Мы имеем цену за воду больше 20 гривен, при том условии, что она даже не является питьевой в наших кранах. Плюс мы видим, что ларьки по продаже питьевой воды начали расти в городе Покровске, в городе Мирнограде, в городе Родинске депутаты такого не дали делать с колоссальной скоростью. Опять-таки, собственника связывают с действующей властью. Что касается кладбища, в городе Родинске депутаты приняли решение, все льготные категории, бесплатно. Обратились с этим предложением в Покровский городской совет. Прошло около двух месяцев, до сих пор это решение не было принято, не было разглянуто. Вопрос, кто за что переживает и кто за что борется. Взять опять город Родинске, как в пример. Депутаты городского совета вместе с нами, совместно, организовали такой социальный автобус для ветеранов, для пенсионеров. Этот автобус ездит бесплатно с города Родинска в город Покровск каждый день, постоянно, в определенное время. График автобуса ездит полный, в социальные службы, по каким-то личным делам. В городе Покровске элементарно проверить тех перевозчиков, которые осуществляют перевозку людей, и добиться хотя бы от них, чтобы 3-5 мест было для пенсионеров, для ветеранов, на это как бы руки не доходят. Мы везде видим, надо переделать. Это мы видим и в системе образования. Вы прекрасно видели, как отремонтировали школы, детские сады. Мы прекрасно видим, что творится в системе здравоохранения. Так же самое. Но туда выделяется сейчас меньше денег, потому что руководство не подписывает акты выполненных работ, которые интересуют действующую власть. Мы прекрасно даже можем видеть по спискам, взять по выписке казначейства, куда выделяются какие деньги. Взять даже, например, город Родинск, школа номер 35, больше 4,5 миллионов, школа номер 8, больше 5,5 миллионов гривен. Трестая школа, 700 тысяч гривен. Я хочу пригласить господина Верзилова и всю команду, которая ходит вместе с ним. Это мы видим старше домов, старше улиц. Это мы видим люди, которые работают в госструктуре, в бюджетной сфере, то есть, которые поддерживают или которые боятся потерять работу. Мы можем пригласить их, создать с ними совместно рабочую группу, вместе с ними совместно выйти на каждый объект. Это в Горано, это в систему здравоохранения, это в спорткомитеты. Взять все акты выполненных работ, взять все договора по управлению городского хозяйства и посмотреть с ними совместно. Если имел факт или место то, что мы обманываем, как говорят неоднократно, мы блокируем работу и нет того, что есть на самом деле. Если мы докажем обратное, я попрошу, чтобы людей не будоражили и вместе с нами совместно как раз делали те действия, которые будут направлены на улучшение жизни наших жителей и наших городов. Если вдруг мы окажемся, как они говорят, неправы, я готов сложить в себя депутатские полномочия. Но мы как помогали людям в дальнейшем, людям, детям, малобеспеченным, все, что в наших силах, мы так дальше будем помогать. Очень много говорят о том, что наша политическая сила стремится к власти, но я хочу всех уверить, что это абсолютно не так. Основная наша цель и задача – оставить после себя хорошие дела, которые в дальнейшем будут хорошим поспорьем в жизни деятельности наших городов, наших жителей, общей всей громады.